Вот это про домашку немножко я вчера не успел сказать. Скорее всего, если вы будете писать ISR, то делать надо будет Deep Speech, потому что это просто RNN, это даже не LSTM, то есть сначала здесь какие-то полносвязные слои и потом здесь один слой RNN и все, и потом еще один полносвязный слой. То есть это такая пятислойная довольно легкая сеть, которую можно выучить самому. Надо читать статью, там мало картинок, много текста, но я думаю, вы разберетесь. Смотреть куда-то сюда, то есть это просто три полносвязных слоя, RNN еще полносвязный слой, Softmax, вот тот самый CTCLOS, про который мы говорили, который старше импортит и все работает. Как-то так. сегодня мы поговорим про синтез речи. Это то, чем я занимаюсь, не значит, что я буду очень хорошо этом рассказывать. Я пробовал рассказывать со скоростью нормальной, у меня не получилось, поэтому останавливайте меня и все такое. Так, что такое, как вообще работает синтез речи? Его можно разбить на 2-3 этапа. Первый этап нормализация текста, то есть если у нас есть какой-то текст, его нужно сначала нормализовать, привести всякие нолики-единички в 0 и 1, убрать запятые, убрать апострофы, сделать что-то нужно и так далее. И потом этот текст надо разбить либо на графемы, либо оставить в буковках и просто перевести в токены. Что-то графемы, фонемы и все такое я расскажу чуть позже, помню, на следующем слайде. То есть вот это можно считать предобработкой текста, иногда его не упоминают и считаем, что сразу у нас предобработанный текст появляется. Но вот типа полезно держать в уме, что у нас не просто обычный текст, как, я не знаю, в какой-то аудиокниге, а с ним что-то делают, чтобы можно было на нем учить. Потом у нас идет же синтез речи, его можно поделить на 2 этапа. Это синтез мелспектрограмм и синтез вавок. Почему так? Почему сразу не учат вавки? Потому что вавка выглядит вот так вот и выучить вот это из текста оказалось, что не представляется возможным. Ребята подались, ребят, не получилось. Поэтому делают 2 этапа. Сначала учат вавки, сначала учат милые, потом учат вавки. Вот этот кусок называется акустические модели, вот этот кусок называется вавокодеры. Вот можно разбить на 2 таких части. Так, вот что такое графеме фонемы? Фонема из графемы это минимальная единица текстовой речи, письменной, а фонема минимальная единица устной речи. Соответственно, это просто звук. И проблема в том, что у нас нет однозначного перевода из букв в звуке, разные буквы в разном сочетании слов читаются по-разному. Есть слова, которые в целом читаются по-разному, хотя написаны одинаково. И все такое. Поэтому вот это не самая простая задача. Обычно берут огромные-огромные слова ретранскрипции, как правильно произносить все слова, и как-то разбивают слова на транскрипции. Там есть просто слова ретранскрипции, есть какие-то дополнительные правила, там как аммонимы разделять друг от друга, как еще что-нибудь. В общем, не то, что это такая бесплатная задача, которая все умеет решать. Увы, нет, это неправда. Хотя, казалось бы, что такого? Про публичный датасет мы разговаривали. Вот есть пара датасетов с аудиокнигами, есть common voice, где куча разных языков, есть хороший датасет русского языка, если будете учить русский ТТС. В целом, русские собирают все больше и больше датасетов, на них все приятнее и приятнее учить. Яндекс тоже собирает, но они ни с кем не делятся, к сожалению. А так все было бы вообще замечательно. Так, и тут у нас появляется первая проблема. Непонятно, как мерить качество. То есть в распознавании речи могли просто посчитать, как часто мы ошиблись, какие слова правильные и слова неправильные, и все. А здесь так сделать нельзя, нет такого идеально правильного звука. Поэтому приходится как-то извращаться, использовать людей. Есть MOS, который расширается как mini-pinning score, среднее мнение людей. Вы берете толокеров с Амазона, с толоки, еще откуда-нибудь со сберок, у них есть своя толока, и просто кидаете им кучу-кучу дорожек аудио и просите их сказать, хорошо это звучит или не хорошо. Посредняете, получаете какой-то результат. Если уже у вас есть какой-то синтез, и вы хотите сравнить, стало ли лучше после какого-нибудь вашего фикса, можно использовать side-by-side тесты бок о бок, попросить толокеров, асессоров сказать, какая из двух дорожек с одинаковым текстом звучит лучше. Вот так, например, если в какую-нибудь фичу добавляете какие-нибудь эмоции, можно понять, нравится людям или не нравится. То есть, например, распространенное мнение, что Алиса сейчас звучит так, потому что какое-то подмножество толокеров, которые сидят на толоке, больше нравится такая интонация Алиса, а не какая-либо другая. Немножко переобучились на асессорах. Еще есть проблема, что ошибку довольно сложно считать. То есть, если мы будем считать CMSE по бавкам, у нас ничего не получится, потому что сдвиг на полсекунды, даже меньше. И вот эта штука превратится во что-то непонятное. Там будет огромный лосс, хотя на самом деле все звучит нормально, просто одно слово немножко растянуто. По мелоспитрограммам все-таки проблема не такая большая, она более сжата по времени, там не такие скачки, поэтому считают МСЕ на мелоспитрограммах, но все равно это не самое лучшее решение, потому что они могут быть невыровнены. Одно мы можем специально говорить быстрее, получится плохо. В общем, есть проблемы с метриками и с лоссами в этой задаче. Не все так просто, как в Алиса. Собственно, вот почему в Алиморске программы оказалось просто проще выучить. И МСЕ работает, и они более гладкие, и понятные для человека. И вот такой pipeline оказался гораздо более приспособлен к обучению нейронных сетей, чем просто учить сразу все, что нужно. Так, это была такая вводная часть, все было понятно, все было весело и забавно. Дальше пойдут много-много моделей. Спросите что-нибудь, если хотите, сейчас по общей постановке задачи, потом будет больно, но мы справимся. Ну, данные спрашивать нечего, все хорошо. Так, первое, что мы рассмотрим, это Tecadron 2. Это акустическая модель. И вот можно считать, что с нее, наверное, завелся хороший синтез в плане акустических моделей. То есть был первый Tecadron, и вот это Tecadron 2. Логично, что это улучшение Tecadron 1. Это модель от NVIDIA. С чего она состоит? У нее есть Encoder Attention Decoder, такая классическая постановка задачи перевода. То есть в целом можно считать, что синтез речи – это тоже перевод, но не с английского на русский, а с письменной речи на устную речь. Ну и ISR, соответственно, тоже обратно. Наверное, не очень корректно считать, что это обратные задачи, но вот можно так понимать это как перевод. У нас есть какой-то энкодер, где мы делаем что-то с входным текстом. Есть Attention, и потом есть Decoder. Это рекуррентная, в смысле, авторегрессионная сетка на RNN-ках, поэтому работает довольно долго. Каждый раз после каждого нового фрейма спектрограммы ей нужно закинуть все, что она выдала с себя опять, опять прогнаться, опять закинуть и так далее. Но зато хорошо работает. И что у нас стоит? Мы подаем на вход текст, можно считать, что это сразу нормализованный текст, можно считать, что нормализация происходит потом. Обычно, вообще все делают по-разному, кто делает нормализацию каждый раз, когда загружает этот сет. В Яндексе, по-моему, татасеты уже сразу лежат с графемами и токенами. Типа надо только токенизировать. Вот поэтому немножко небольшая путаница здесь. Ну и что у нас здесь дальше? Просто имбеддинг, свертки, бедерекшн, ластемка. Такие подготовительные слои, чтобы посмотреть, что будет дальше. Потом есть Attention. Немножко давайте вспомним, что такое Attention. У нас есть две матрицы весов, из них мы получаем третью. Такой механизм позволяет нам понять, какое слово необходимо для перевода этого контекста. Типа на что надо смотреть, когда переводишь данное слово. Ну, здесь не переводишь, а озвучиваешь. Получаем такое правильное распределение на сетке. И дальше декодеру гораздо проще выучивать, потому что у него есть более правильная и хорошая информация о том, что происходит. Вот. Наверное, вы все это знаете, но так, чтобы немножко повторить. Декодер посложнее. Он, так как соседние, милые, ну вот эти столбики, скорее всего, скоррелированы, мы хотим смотреть на них тоже во время нашего синтеза, обучения и инференса. Поэтому вот здесь очень много стрелочек. Но надо понимать, что вот здесь вот Attention, вот здесь вот. Мы каждый раз считаем, вот сюда вот переходим, считаем, это типа подготовительный этап декодера. Вот здесь уже считаются милы, все это плюсуется и потом подается обратно к нам. То есть выходы отсюда подаются обратно на вход в сеточки и пересчитывается каждый раз после этого Attention. Вот. То есть она постоянно обновляет информацию в Attention и про себя. И также у нас есть еще такой слой, который предсказывает, надо ли нам остановиться или не надо. Ну, соответственно, loss – это, ой, здесь опечаточка, MSE по pre-net, MSE по post-net и считаем, правильно ли мы остановились и нет. Pre-net – это вот эта штука, post-net – это вот эта штука. Ой, в смысле вот эта. То есть вот здесь вот мы получаем такие нечеткие приблизительные милы. И вот здесь мы получаем уже хорошие милы, которые мы считаем хорошими. Вот. И мы хотим, чтобы и легкая сеточка, и тяжелая сеточка хорошо учились. Вот. Ну, соответственно, loss – просто сумма. Здесь cross-entropia, просто классификация, правильный токен или неправильный токен. Вот. И еще особенность, что во время inference у нас включен dropout. Обычно dropout только при обучении. А здесь ребята включили его на inference и получилось лучше. У всех шок, но раз работает, то не будем трогать. Вот. Вот. Такой токатрон. Теперь немножко поговорим про attention. Уже на прошлом занятии мы говорили, что перевод в обычном переводе attention может быть не мелатонный, не лесенка, а здесь вот должна быть прям идеальная лесенка. И вот, зная эту информацию о переводе, вот типа о задаче дополнительно, мы можем наложить на нашу матрицу attention дополнительные ограничения. И вот эта штука говорит, что мы будем штрафовать ее, если ты не диагональная. То есть за все, что… за все активации attention вне диагонали, чем дальше от диагонали, мы будем штрафовать. Итак, attention гораздо проще выучиться в то, что нужно. Вот есть два графика, слева обычный, справа guided attention, то есть, типа, которую мы направляем в правильную сторону. И вот ему гораздо проще выучиться. И вот, типа, вот этот хак тоже используется в токатроне. Вот с него, наверное, все и началось. Из-за этого все стало говорить гораздо лучше. Вот. Наверное, понятно, что так, что получилось. То есть мы просто накладываем дополнительную маску весов, которые штрафуют за все, что вне диагонали. И, соответственно, чем дальше, тем лучше по экспоненте. То есть поэтому он может быть немножко такой не y равно x, минус x, но все еще очень монотонный. Здесь вот что-то не выучилось, видимо. Вот. Так, еще расскажу про такую вещь, как Global Style Token. Это не привязано к какой-то десятке, это просто... То есть вот здесь написано токатрон, но, может быть, не токатрон. Я проверял. Действительно работает. Мы, например, мы хотим поменять интонацию говорящего, хотим поменять его голос, его пол, его возраст. И мы можем с помощью Style Token подмешивать ему какую-то новую информацию. То есть мы по нашей аудио считаем какой-то attention, типа как-то перекодируем, и получаем embedding стиля. То есть у нас какой-то вектор, в котором каждая... Ну, здесь можно считать, не знаю, что это грустный, радостный, злой, добрый. И вот каждый из элементов Style Embedding содержит в себе какую-то эмоцию. Не факт, что мы однозначно можем определить, какую, но вот какое-то у него есть понимание. И мы можем просто сконкатить с нашим входным текстом, с энкодером, вот этот стиль и заставить токатрон генерировать движение основной голос, а немножко голос измененный. Это вот такой довольно простой, но клевый способ и рабочий способ. По-моему, в Алисе как раз она используется, но это не точно. Типа такой способ подмешать стиль. Можно Voice Conversion тоже наверно на нем сделать, но не так будет хорошо работать. Вот, как-то так. Еще важно, наверное, что это аудио моделька должна видеть при обучении. То есть это одно из аудио нашего датасета, потому что иначе этот стиль ничего не скажет, он куда-то отойдет в сторону стилей, но не сможет прийти вот к этому голосу, если это из аудио, который никогда не видел, потому что моделька не знает, что это за голос. Поэтому надо использовать только то, что есть в нашем исходном датасете. Понятно было, протокатрон, что-нибудь? Да нет, нет, да? Пусть будет понятно. Так, это было, наверное, все про кустишки модели. Потому что текатрон работает до сих пор. Иногда медленно, но типа в целом работает. Сейчас уже за 21-20 год появились новые быстрые модельки, которые тоже работают, но кажется, что в проде текатрон все еще сота и все еще все хорошо. Вот, и мы поговорим про вокодеры. Напомню, это те моделики, которые из Spectrogram или из Mils Spectrogram делают уже вейвформу, уже аудио. Вот, первая моделька будет вейвнет. По-моему, она тоже от NVIDIA. И тоже вот эта такая бейзлайновая модель, с которой все началось, с которой синтез стал хорошим. Это такая первая картиночка, еще потом вернемся к ней, наверное, поговорим. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть очень много блоков, не очень, типа 10-20 блоков, каждый из которых это Deleted Convolution с двумя активациями, потом конволюция 1 на 1 и Residual Slay. Что такое разреженность ввертка, поговорим позже. Еще есть каузельность ввертки, тоже поговорим позже. И с каждого из этого блока у нас прокидывается, то есть здесь типа двойной Skip Connection. Мы и здесь прокидываем Skip и вот тут прокидываем. Сделано, чтобы градиенты не затухали, подсмотрели в ResNet, понравилось, добавили сюда. То есть в целом это же можно смотреть как генерация картиночек. Ну, это уже не так сильно, но акустические модели можно смотреть как генерация картиночек. И хаки из картинок потихоньку переходят в звук. На каждом шаге у нас прокидывается Residual, мы их много получаем, все складываем, берем еще пару сверточек один на один, релушки, и на выходе мы получаем SoftMax по категориальному распределению. То есть из всех звуков, которые им хотели бы произнести. И из этого распределения не берут ArgMax именно Samplit, потому что эта модель тоже авторегрессионная, и если мы будем просто брать ArgMax, то существует вероятность, что мы просто зациклимся в каком-то состоянии, будем выдавать одно и то же, а с сэмплированием такого произойти якобы не должно и не происходит. Что такое разреженные свертки? Вот эта картиночка, сверху обычная свертка, снизу разреженная свертка. То есть в обычной свертке у нас нет никаких пропусков, мы берем подряд 3х3 блок, и все хорошо. Здесь мы берем в зависимости от шага, может быть, разный делейшн, мы берем нейроны через 1, если шаг 1, через 2, если шаг 2 и так далее. Зачем это нужно? В отличие от картинок и от текста, от других последовательностей, мы обсуждали это раньше, спектрограммы довольно длинные, то есть в одном премии содержится недостаточной информации на один звук. А нам хотелось бы еще историку знать. И вот благодаря таким разреженным сверткам мы можем receptive field, наверное, вы помните, слышали, что такое, гораздо сильно улучшить и смотреть сильно назад, но не переусложняя модель. То есть если бы у нас были бы обычные свертки, мы бы смотрели здесь назад на 4 слоя, на 4 нейрона, а здесь мы можем смотреть на 2 в четвертый нейронов. Клево, классно, бесплатно смотрим в прошлое, не переусложнее модельку. Еще здесь такая штука, как каузальная конволюция. Так как во время инференса мы не можем смотреть в будущее, хотим взять и ограничить модель. Такая же идея есть в трансформерах, что там на декодер, по-моему, накладывается маска и attention смотрит только по тому, что сгенерировалось и учится так. Здесь идея похожая, реализована немножко по-другому. Мы здесь не маскируем, не маскируем, а падим слева. И поэтому, когда мы… То есть у нас вот здесь еще будет, если размер свертки 3, у нас здесь еще 2 нейрона, соответственно, вот этот будет видеть типа вот эти 3, и где вот этот будет последним. Соответственно, когда мы будем идти дальше, вот этот нейрончик будет последним, который мы видим. Ну и, соответственно, на других слоях также. Вот. Тоже дешевое бесплатное решение позволяет победить, запретить модели подглядывать в будущее. Клево, классно. Вот эти две идеи объединяются, и у нас получается то, что нам нужно. Типа вот такие каузальные разреженные свертки. Вот здесь на вход он подает, типа еще подмешивает себе текст, естественно, потому что без текста он ничего не может генерировать. Вот. Ну, вроде, я думаю, понятно, как работает примерно вейвнет. Такой резнет с модификациями постоянно себе подкидывает текст, подкидывает свои выходы. Так, теперь еще есть такая важная штука, как mellowing padding. Мы уже обсуждали, что... Да, я вам наврал, вот здесь вот категоральное распределение не по звукам, ну, то есть по звукам, но уже по звукам в вавке, а не по звукам, типа, в графемах, в фонемах. Поэтому есть проблема, если мы закодируем... Как обычно мы кодировали... Сейчас, секунду. Извините. Мы обсуждали sample rate и все такое. Bitrate, то есть это число битов, которые занимают один звук в вавке. Если мы возьмем два в шестнадцатый, то софтмакс не сможет обучиться по два в шестнадцатый. Это, типа, слишком сложно. Там будет либо выраженное распределение, либо везде что-то очень маленькое и без каких-то изменений. Поэтому там, типа, даже градиенты не прокинутся. Мы помним, что человек слышит по логарифмической шкале, поэтому мы можем сжать то, что нам нужно, в что-то поменьше. То есть вот мы видим, что вот эти низкие частоты растягиваются сильно для человека. То есть у нас здесь было 0,125, а разжимается это в единичку. То есть мы берем низкие частоты важными, а высокие частоты неважными. И мы можем так сжать число наших классов, типа, с два в шестнадцатый, не знаю, в 256. И на 256 автомакс уже нормально выучится, все будет хорошо. Ничего не взорвется, ничего не потухнет. Вот такой грязный хак инженерный, как заставить модельки обучаться лучше. Вопрос, как подмешивать текст? В смысле, как подмешивать мелкие? Текст у нас уже здесь нет, мы учимся на милах. Ответ вот так вот. Как бы это ни казалось. То есть у нас вот в этой штуке есть две активации. То есть у нас есть... Ну, мы берем две разные свертки и берем две разные активации. И в каждую из этих активаций мы пихаем сумму. То есть х – это выход наш, который мы выдливаем на этом себе опять через резидуальный слой. А Y – это наше кондишенинг, то есть обуславливание на милы. То есть мы здесь каждый раз прогоняем через свертку наши милы, чтобы размерности получились одинаковые. И получаем то, что нам нужно. То есть вот здесь слой – это без обуславливания, верхнее – нижнее с обуславливанием. То есть мы себе подмешиваем милов. Вот такой тоже хитрый способ получать информацию. Понятно? Это было, наверное, почти все про WaveNet. Дальше будет хуже. Надеюсь, скажите, что вы живы. Надеюсь, живы. Вот. То у нас появляется проблема. Вавки и милы совершенно по размерности не сходятся. Поэтому нам довольно сложно… То есть не сходятся линейно, но по размерности в 256 раз расходятся. Обычно 256 раз. И поэтому мы не можем просто так бесплатно юзать контишенинг, потому что все съедет. Ответ простой. Просто обсамплим. То есть для обсамплим, мы просто берем и разжимаем наш мил, просто почти клоня нужные нам милы. Вот. То есть очень тупо это делаем. Прямо никакого интеллекта берем, просто разжимаем, растягиваем в стороны. Вот. Получаем то, что нам нужно. То есть реально просто ноль и кью-мув, но работает. Вот. И, ну, соответственно, когда мы уже будем контишенинг наш делать, у нас все будет сходиться по размерностям. И мы будем счастливы, рады, и все будет учиться. Так. Какой лос-спорт? У нас там было категоральное распределение, его надо как-то учить, подтягивать. То есть можно использовать категориальное распределение, там можно использовать нормальное, можно логистическое, можно какие-то смеси гаусен использовать, можно вообще извратиться или что-нибудь свое придумать. Спойлер. Люди извратились, люди потыкали. Категориальное подходит. Остальное не подходит. Ну, подходит, но хуже. Типа нормальное немножко подходит. Все, что сложнее, уже ломается. Поэтому категория вперед, просто решаем классификацию по вавке. Звучит абсурдно, но как есть. И тут мы задумаемся, зачем нам все вот это кондишенинг использовать, срегментные сетки, зачем так сложно, почему бы нам просто не взять и не выучить маппинг милов сразу в аудио? Ну, ответ давайте выучим. Это генеративная задача, как и предыдущая, но здесь более явно генеративная. Там, где мы из шума генерируем картинку, здесь мы тоже генерируем лавку. Есть три вида моделей, катаганы, вояшки и потоки. Скажите, что из этого вы знаете? Давайте так, что из этого вы слышали, что из этого вы трогали руками. Трогали первый, второй, проходили еще и третий. Хорошо, я расскажу вам про ганы чуть-чуть, ну или сколько. Расскажу про потоки. Потоки прикольные, ганы обычные. Вот, скорее так. Про вае не расскажу, хотя нет, в конце немножко будет вае. Так, начнем с ганов. Задача такая, есть генератор и здесь криминатор. Один генерирует фейки, второй пытается их сказать фейк-нефейк. Один обманывает, второй не обманывает. Рыцарь и евруны. Углубляться не буду, наверное, все понятно. Вот у нас есть два лоса. В смысле, один максимизирует этот лос, второй минимизирует этот лос. Один хочет обмануть, второй нет. Все, наверное, довольно просто. Миллион раз слышали, все такое. И вот первая моделька это мелган. Она довольно простая в плане архитектуры. Берем мел-спектрограмму, проходим ее через псевдо-энкодер и просто потом абсэмплим и накидываем туда residual сверток. И свертки здесь тоже разреженные. Всем понравились разреженные свертки в звуке. Поэтому это довольно частое употребление их. И у нас будет много таких слоев. Мы сначала 8 раз абсэмплим. То есть нам всего надо абсэмплить в 256 раз. Потому что обычно люди договорили, что по умолчанию, если используем мы мелы, то там преобразование фурье с шагом 256, с окном 1024. И если использовать другие мелы, то большинство моделей умрет. Их надо будет переучивать. Поэтому совет не трогайте параметры генерации мел-спектрограмм. Мы абсэмплим, прогоняем через delayed свертки. Опять абсэмплим немножко, опять прогоняем через delayed свертки. Потом последняя свертка, получаем wave-форму. Это наш генератор. Очень простой. Дискриминатор считает, он такой, мы здесь считаем дискриминатор несколько раз по немножко разным вавкам. То есть мы считаем простую вавку, потом мы считаем сжатую немножко эгрегированную вавку, потом еще более сжатую вавку. Ну и каждый слой дискриминатора, это свертка, даунсэмплинг, еще несколько сверток. И после каждого слоя мы храним фьючер-мапы, потому что потом они нам пригодятся. Фьючер-мапы – это признаки, карта признаков, то, что там выдал дискриминатор. Ну и в конце у нас выход, ну или единичка, ну или какое-то число между ними, в зависимости от того, насколько он уверен, что это фейк, что это не фейк. Как все это учатся? Во-первых, у нас есть нормирование. Вот есть multiscale дискриминатор. То есть multiscale означает, что мы по разным шкалам, по разным размерам вавформы дискриминируемся несколько раз. И хинж-лосс – это просто модифицированный ган-лосс, вот этот. И еще есть хинж-лосс, и все то же самое. И еще есть, ввели такую крутую штуку, как фьючер-матчинг, тоже украденный из картинок. Мы хотим, чтобы… Это лосс генератора, и мы хотим, чтобы генератор генерировал такие вавки, чтобы дискриминатор на них активировался одинаково. То есть не чтобы он искал какой-нибудь баг в том, который не слышит человек, но слышит моделька, какой-нибудь одиночный шум на высокой частоте, которую мы не слышим, и поэтому умел определять, это реально или нет. А мы хотим, чтобы он умел определять, реально это вавка или нет, по каким-то хорошим признакам, которые мы тоже считаем хорошим. И вот этот фьючер-матчинг-лосс, вот он, это сумма по всем фьючер-мапам дискриминатора, сумма разностей в реальных картинках и в сгенерированных картинках. Вот, такой прикольный лосс, работает, помогает. Еще есть морковный дискриминатор, тут будет, потом про него будет. Но есть параллел в эфган. Сейчас. Нет, про это не буду, наверное, рассказывать. Или буду? Ладно, давайте расскажу. Короче, есть морковный дискриминатор. Написано сложно, ответ, что мы не хотим считать дискриминатор по всей вавке, хотим считать его по какому-то слайсу. Ну и, собственно, давайте будем считать просто по какому-то слайсу. Там был слайд у меня в конце, шесть, нет, не был. В общем, мы просто берем патч, как из картинки, только из вавки. В картинке 2D, вавка 1D, мы берем не всю вавку, а слайс и считаем дискриминатор только на нем. Вот. Такое решение. Потом появился в эфган, соответственно, модификация параллел в эфган. Параллел, чтобы работало быстро, потому что в эфганет медленная моделька, авторегрессионная. Здесь в качестве генератора мы используем в эфганет, а в качестве дискриминатора примерно все то же самое по архитектуре, то есть что и в мелгане. И здесь нововведение, это мультиэстайфтелосы. Эстайфтейт, то есть мелоспектрограмма, если что, просто. Что это такое? Вот мы здесь считаем МСЕшку, просто L1 по разным спектрограммам, логарифмируем, чтобы было получше. И отличие, что мы здесь возводим ее в степень, вот наш вот этот лосс. То есть мы хотим, сейчас попробую учнить интуицию, мы хотим, чтобы при разных разрешениях спектрограммы мы и локальные признаки хотели различать, и глобальные признаки различать. Получается такой мультирезолюшн. У нас на... Чем больше мы возводим в степень, тем больше у нас отмирают, отмирает тишина и отмирают всякие тихие звуки. И вот на первой степени мы все звуки используем равномерно. Ну, то есть у них одинаковый вес. А чем больше мы возводим в степень, тем всякие всплески и громкие звуки явные нам будут мешать. И мы хотим все это учесть во время обучения при подсчете нашего лоса. Логика примерно такая. И, собственно, есть HiFiGun. Это типа сейчас, ну, уже не... То есть по качеству это все еще сота в окодерах. Крутая штука, все ее используют. Там есть небольшие модификации, но вот в целом HiFiGun вперед отличный окодер. Так, с чем он стоит? Он похож на MilGun в целом. Есть Confluent Transport блоки. Обычных абсолютно никто не использует, потому что в GUN-ах градиенты там плохо прокидываются. И есть много таких residual блоков. И в каждом из этих блоков свои параметры. То есть есть параметры свертки и параметры делейшена. И вот у нас есть много наборов различных параметров. И, соответственно, мы прогоняем через несколько блоков, каждый из которых разный размер свертки и разный делейшен. Ну и Confluent Spot. Соответственно, у нас много вот таких вот блоков. Сам был простой. Свертки N на 1. Лик-рилу. Пробрасываем скипы. Сплюсуем. Все как в веб-нете. Только не авторегрессионная штука. Сразу мы маппим вавки в милы. Наоборот. Милы в вавки. И все с разным размером сверток, с разными делейшенами. Это был генератор, дискриминатор. Вот есть здесь тот же самый мультискейл-дискриминатор, который вот был в Мелгане, где мы пулем по нашу вавку. И есть мультипериод-дискриминатор. Они украли эту идею. Я расскажу, наверное, подробнее потом. Но суть в том, что мы берем целиковую вавку и меняем ей размерность. То есть мы из вавки делаем картинку. Из 1D в 2D. То есть мы берем вот здесь вот и из, не знаю, 1 на 9, на 12, делаем 3 на 4. То есть мы каждые 3, мы делаем вот нескольких строк с фича. То есть по времени они вправо, типа столбики – это фичи. И запускают дискриминатор по вот таким вот периодам. По-моему, от 1 до 11 у них с какими-то пробелами. Вот у них запускают много-много дискриминаторов. Много таких дискриминаторов, много таких дискриминаторов. Все это спрессовывают, получают ответы. Окей, у нас лосс. Есть обычный adversarial лосс стабильный, стандартный ганновский. Есть feature matching лосс. Есть мел лосс. Мы получаем вавку, потом мы ее обратно прогоняем. То есть маппинг из вавки в мел у нас есть. Есть преобразование Fourier. Стабильное, стандартное. Все про него знаем, хорошо применяем. И MSC мы считаем именно по ним. То есть мы применяем преобразование Fourier и считаем MSC по спектрограммам, а не по вавкам. Ну и MSC в маке в целом одно и то же. Это было все про Ганны. В целом чувства сверххитрого здесь, наверное, и нет. Перейдем к потокам. Потоки, наверное, это самое математичное, что есть в Adzepernin'е, если не ходить на лекции Ветрова. Вот, то, наверное, это прямо самое-самое. В чем идея? Мы хотим, чтобы у нас была какая-то... Вот у нас есть какой-то переход из XA в Z. И мы живем сознанием, что Z имеет какое-нибудь распределение, которое мы знаем. Например, нормальное. И мы хотим сделать такое преобразование, чтобы выучить из какого-то нашего сложного распределения вавок или мелов в обычное нормальное распределение. И потом, если это преобразование обратимо, можем просто прогнать его в обратную сторону и из нормального распределения получить то, что нам нужно. Звучит просто? На практике нет. Как это работает? Вспомним, что такое, когда мы меняем распределение, меняем переменные в распределении, у нас вылезает определитель матрицы Ycobian. Соответственно, если мы будем это учить с помощью LikelyHood, нам нужно будет считать каждый раз вот этот Ycobian. И проблема в том, что вот эту штуку, вот эта определитель Ycobian, считается очень сложно за куб в торче, вообще она считается нестабильной, да и нигде. То есть нет хорошего способа посчитать быстрый и стабильный Ycobian. Мы делали проект на эту тему, тоже все разваливалось. Почему это называется поток? Потому что мы хотим разбить наше преобразование на много последовательных, простых преобразований. Соответственно, тогда, если каждый из них обратим, то мы в обратную сторону можем прогнать. То есть кажется, что у нас все хорошо, кроме вот этой штуки. Ее считать долго, и с этим приходится разбираться. Ну, естественно, чем больше простых преобразований мы используем, тем более сложные распределения мы можем опоксимировать. На практике выглядит немножко вот так вот, что вот из простого распределения, чем больше мы используем наших преобразований, тем более сложные здесь смеси Gaussian мы можем получить, применяя обратное преобразование. То есть мы выучили вот отсюда, мы выучили наше F, это вот из вот этого X вот сюда вот, сжимание в нормальное. А в обратную сторону мы разжимаем из нормального, обратно наше X. Вот. Такая логика потоков. Ну и вот, если представить визуально, то у нас здесь Gaussian, и после каждого, а мы хотим выучить кружочки, то вот после каждого применения функции мы будем растягивать, 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 и можно посмотреть, какое распределение у нас получается на каждом шаге. Вот здесь вот возможно пара шагов еще пропущено, но для красоты, чтобы на картиночку влезало, будет так. То есть это поток, надо понимать, что это последовательное применение обратимых преобразований. И тут мы сталкиваемся с проблемой, четкое обратимое преобразование. И вторая проблема с определителем. Вот эти две штуки надо решать. Проблема с определителем решается, например, с помощью каплинга. Есть вот такая идея, смотреть вот на эту картиночку и вот на эту. То есть мы знаем, что определитель нижней или верхней треугольной матрицы считается очень легко. Нам надо просто перемножить след. И вместо куба у нас сразу получается просто линия. Кажется, все круто, давайте придумаем что-нибудь, чтобы у нас определитель был, в матрице Якови была нижняя треугольница. Что придумали? Мы берем и делим наш вход пополам. То есть у нас есть обычный x и ключи. Можно сказать, это x1, x2, y1, y2. И вот это первый интервал, вот это второй интервал. И, соответственно, y1 никак не зависит от x2. Соответственно, вот здесь будет нули. А здесь это просто перекопирование. То есть здесь будет единичная матрица и нули. Вот по этой формулке. А сюда, благодаря этому, мы можем запихнуть все, что угодно. То есть m может быть какой-нибудь лютый нейрон, как например, резнетом, вейвнетом, все, что хотите. Значит, мы прокидываем вот так. Функция g – это функция, которая не меняет каналы. То есть если представить, что, типа, не знаю, вот в и2 находится 5x, то первый y зависит только от первого x, второй только от второго и так далее. Вот мы накладываем на себя такие ограничения. Благодаря этому мы получаем, что вот здесь вот какая-то невероятно сложная производная по нашей нейронке. Здесь единичная матрица, здесь тоже диагональная матрица, только с чем-то на диагонали. И поэтому определить считается просто как произведение. Можно даже считать половину произведения, потому что здесь все единички. Вот, получили даже n пополам. Вот, это каплинг, так он работает. Есть еще немножко вот такой каплинг, чуть-чуть другой. Там несколько статей было. Суть примерно так же. Мы первую половину копируем. Вот это t и s могут быть нейронками. А вот эта штука мы здесь... То есть мы берем... Есть сдвиг и scale в нашем распределении. То есть это вот это как будто среднее, это дисперсия. И мы с помощью нейронок их предсказываем. И потом перемножаем на наш ход. Получаем, что вот это зависит тоже, как я говорил, x1 от x1, y1 от x1, y2 от y2, x2 и так далее. А здесь какие-то сложные преобразования. И чтобы провернуть в обратную сторону, нам нужно просто посчитать s в минус первой. То есть там возвести в степень минус s и вычислить это в немножко другой последовательности. Но, казалось бы, если будем делить по времени, то у нас нейронки просто не увидят половину информации, и нам не хочется. Поэтому хорошая идея, например, в случае картинок, делить не по картинке 2 на 2 каналы, а по каналам. То есть мы все еще видим всю картинку, просто не все фичи с нее. Логика такая в звуке используется примерно так же. Теперь есть еще такая штука, как авторегрессионные потоки. Вот их есть два, маскированных и обратных. Сначала промаскированных. Здесь мы делаем так, что x зависит только от x и ты, только от того, что было у него в прошлом. То есть z все еще какое-то нормальное распределение. Вот это одна нейронка, а это другая нейронка, которая зависит только от того, что мы видели раньше, от x, которые мы видели раньше. И x и ты, это наша z умножить на scale плюс shift. И так как мы видим, мы смотрим только в прошлое, определитель тоже будет нижний треугольный, в смысле матрица будет тоже нижний треугольный, определитель по нему считается просто как произведение. Произведение, экспонент, на самом деле сумма. Еще проще. Это один способ. То есть здесь x зависит от своих входов. Соответственно, чтобы получить следующий x, нам нужно прогнаться, то есть запустить наши нейронки каждый раз для каждого шага. Поэтому это все довольно долго инференция. И есть вторая версия, это обратные потоки. Здесь у нас x зависит тоже от прошлого, но только от z. нам нужно, чтобы получить x, мы можем это делать параллельно, генерировать сразу все x. Типология та же самая. Здесь все, что поменялось, это был z, стал x. Наоборот, был x, стал z. И мы здесь зависим только от нашего хит, типа нашего изначального распределения. Поэтому мы из шума можем быстро генерироваться, но долго учиться. И вот здесь такой трейд-офф. Мы там, где можем поменять inference на одни потоки, а обучение на другие потоки. Но нельзя это сделать одновременно, поэтому мы должны как-то балансить то, что мы хотим сделать. Такой вопрос взял. Вот здесь у нас было два способа. Были каплинг и маскированные потоки. Расскажите, какие из этих хикбионов на что похожи? Можно голосом? А нет, нельзя голосом. Вы же не умеете. Все умерли? Я всех убил? Нет. Давайте кто-нибудь. Или скажите, что вы ничего не поняли. А вопрос? Какие из этих хикбионов похожи на какие способы генерации потоков? А, я пропустил кучу вопросов. А у меня почему чат на телефоне не грузится? Ага. Так, давайте я быстро на все отвечу. Мы считаем шеюки без программы. Да. Цель... А, я все понял. Короче, вопрос, какая у нас в общем цель лекции. Мы хотим понять, как генерируется звук. Структуру повествования. Сначала генерируем милые, потом вавки. Вот. Как-то так. Извините, если я пропустил ваши вопросы. Пишите еще. Да. Ну, кто-то жив. Ответ такой. Вот это каплинг, потому что у нас сверху была единичная матрица, здесь нули. Здесь что-то сложное про нейронки. Здесь тоже диагональная матрица, но не с единичками. Вот. Это маскированные потоки, потому что мы смотрим только в прошлое, но смотрим на все прошлое, а не один у нас блок. Вот. Это что-то очень сложное. По нему считается дискриминант за... Определитель за куб. Это делать не хотим. Вот это такие есть... Это разреженная матрица и копия. По ней тоже есть способы считать относительно быстро определитель, разбиваю на блоке, но все еще не хотим это делать, хотим считать за линию. Как-то так. Я достал чатик, теперь я верю совсем все. Вот тогда как-то мне немножко скользнуло. Так. Ой, я кое-что про что не расту. Так. Давайте немножко вернемся, потому что я растуял не про все. Это еще про потоки. Вспомним в Вайвнет. У нас есть вот такие крутые свертки, есть мило кондишенинг, в смысле, есть мило энкодинг, есть кондишенинг. Но, как мы говорили, есть проблема, что он очень долгий, инференс по нему занимает кучу времени. А вот мы здесь только что обнаружили, что есть какие-то потоки, по которым быстрые инференсы. И хотим бы это употребить. И здесь мы на вход, типа нашим сверткам, передаем нейроночки. И сейчас будет более понятный слайд. Будет. Короче, суть в том, что вместо вот этих обычных сверток мы это все загоняем в потоки. То есть у нас в потоках все еще будет Вайвнет, но мы сможем по нему параллельно инференситься. То есть у нас будут подсчитаны все входы, и для генерации мы можем генерировать сразу по всему. И распределение здесь логистическое уже используют. И с помощью нейроночек предсказывают скейл и шифт для прошлого. И поэтому мы можем бесплатно получить быстрый инференс, потому что мы считаем не последовательно, а сразу по всему параллельно. И еще мы здесь возьмем и будем еще дистиллироваться. То есть возьмем наш старый огромный Вайвнет. А как студенты возьмем наш Вайвнет на потоках. И будем дистиллироваться по нему, пытаться предсказать то, что он генерирует сам. Вот это стандартная дистилляция. Вот такая прикольная идея, как ускорить Вайвнет, если улучшил математику в универе. Взять и накидывать в него потоки. Супер подробно рассказывать не буду. Все умрут. Ну и, соответственно, лосс мы считаем как кл-диругенцию. Вот здесь мы хотим использовать два кл. Один это мы дистиллируемся на лингвистические фичи, типа на его голос. А второй на уже нормальные, чтобы фичи были одинаковые. Вот. То есть как-то так. Power loss, лосс спектрограмм. Contrastive loss, чтобы у нас разные спикеры в разные, типа различать разных спикеров. Как-то так. И еще крутая штука это вайвгло. С чего начать? Значит, вот архитектура сверху. Что мы здесь делаем? Мы также делим на два наш x, xa на xb. И xa прогоняем через наш огромный вайвнет. Получаем, предсказываем shift и scale. Ну, t это shift, s это scale. И потом делаем наш каплинг. Прогоняем обратно, конкатинируя и то, и то. На пальцах идея довольно простая. Берем вайвнет, потому что мы можем использовать любые нейронки. Какие здесь хаки? Мы уже говорили, что мы хотим как-то делить на две части наш вход. Но делить по времени, типа пополам, неразумно. Здесь мы, если вот squeeze операция, мы здесь берем и делим, уже сжимаем фреймы. То есть здесь, например, мы сжали в четыре раза, у нас получилось четыре группы фичей и в четыре раза меньше размера времени. Вот эту идею как раз подрезали отсюда в хайфайгане. И, соответственно, когда мы будем делить, мы будем делить пополам верхнюю часть и нижнюю часть, а не по времени. То есть мы все еще видим всю размерность времени, но вот не видим часть фичей. Вот. Идея такая. Еще есть такая штука, как early output. Это, типа, ранний стоппинг. Мы вот здесь очень много слоев, но пусть их будет не 12, а, например, 2. И мы, когда прогоняем через первый слой, мы делим пополам все. Типа и первую часть, и вторую часть. А когда мы прогоняем второй слой, мы делим, мы берем, мы считаем, что в части уже хорошие предсказания. То есть вот это у нас будет первый слой. Мы будем с ним что-то делать, а с вторым ничего не будем делать. Или наоборот. Вот. То есть мы после первого слоя уже фиксируем какие-то предсказания себе. И с ними потом ничего не делаем, считаем, что они хорошие. И еще одна штука, что это все работает на инвертибл 1.1 в свертках. Прямо что, если мы будем делать так, то у нас каждый раз мы будем делить на одинаковые каналы. И, возможно, моделька просто не увидит часть каналов, часть фичей. А нам бы хотелось, чтобы она все-таки видела все. Поэтому нам эти каналы надо как-то перемешивать. Можно перемешивать как-то глупо, просто меняя их местами. Но это сложно, не факт, что будет работать и вообще, почему мы так делаем. Давайте дадим нейронке все разобраться. То есть умножение на 1.1 в свертку. Вот мы здесь перемешиваем наши каналы. Линал нам говорит, что есть, что матрицу весов можно разложить в L-у разложение. Точнее, в P-L-у разложение, где P- это матрица перестановок. А L-у это одна нижняя треугольная матрица, вторая верхняя треугольная матрица. Соответственно, по ним легко считается определитель. И заодно у нас есть матрица перестановки. И вот с помощью этого мы как раз можем перемешивать наши каналы. Идея такая. Типа инициализируем как-то случайную матрицу. Инициализируем отдельно как-то матрицу весов. Здесь у нас, по сути, вот это, это уже L умножить на U. Но на самом деле это две матрицы, и применяются они по очереди. И получаем хороший подсчет определителя и заодно перемешивание каналов. Вот такие вот у нас идеи. Три таких хака мы используем и получаем штуку на потоках. Так, это уже не будем, это не будем, это не будем. Так, и вот последняя уже сота-сота-сота недавняя модельки, это WITS. По-моему, первая буква отвечает за Variational Auto Encoder, две средние не отвечают ни за что. S, Speech Synthesis. Ребята назвали модель WITS, не знаю почему. Вот в статье 16 слов, по-моему. В чем суть? Есть обучение, есть inference, это по-разному немножко. Значит, у нас есть, мы кидаем на вход текст и считаем по нему среднее и дисперсию. И также на вход у нас есть спектрограмма. По ней, типа, ее мы учимся сворачивать с помощью потока в простое распределение. Вот пока все, что было. А, WITS, надо сказать. WITS это end-to-end моделька, то есть до этого модельки обучались последовательно. Сначала обучается акустическая модель, чтобы генерировать милоспектрограммы, потом отдельно от этого обучается WACODA. Вот эта штука обучается сразу из-за текста, сразу в WACODA. То есть в ней все еще есть часть акустической модельки и часть WACODA можно разбить, но обучается на end-to-end за один запуск. Вот этот декодер, это наш GAN, то есть это тоже GAN, но с VE и с потоками. То есть не все последние крутые идеи взяли и такие, давайте в одну статью запихнем. И запихнули, и все получилось. Значит, мы учимся, то есть поток это все еще распределение, поэтому мы из одного распределения сворачиваем в другое распределение, и на это распределение сверху можно накинуть в WESH и приближать его. То есть у нас скрытое это не обычное нормальное распределение, а распределение, которое мы получали после потока. Если выкинуть поток, все тоже будет работать, но качество будет сильно хуже. По-моему, у них MOS, вот эта метрика, которая mini-opinning score, она от 0 до 5, и вот тут у них 4,3, по-моему, у человека 4,5 примерно у обычной речи. А если выкинуть поток, то будет 3. То есть полтора MOS, 30% качества мы теряем, просто выкинув поток. Вот этот кусок, декодер, это наш просто GAN. Они взяли и прилепили сюда HiFiGAN, тот самый, который мы рассматривали. То есть FACODER здесь это просто HiFiGAN без изменений. Здесь мы поглянем через поток, у нас получается вот это по спектрограмме, и оно true распределение по alignment, то есть по тому, в какие уровни пробужетки какие звуки должны звучать. А здесь то, что мы предсказали по звуку, по тексту. Мы берем, округляем вверх наше предсказание по фреймам, чтобы какой-то звук длился столько-то фреймов. И запихиваем это в динамику, то есть это динамическое программирование, почти CTC, то есть мы здесь ищем лучший alignment, который соответствует тому, что мы предсказали, и потоку. Вот это, это black box, мы туда что-то кидаем, это считается на C с помощью динамики, потому что, чтобы было побыстрее. И все вот это кидаем в duration predictor, который учится сжимать наши alignment в шум. Идея довольно странная, но вот эта штука отвечает за, если разбить на блоке, вот это отвечает за то, чтобы из текста по буквам у нас правильно генерировались длины. То есть мы считаем вот отсюда, здесь на самом деле не стоп-гредиент, стоп-гредиент вот здесь, потому что по C градиент считать невозможно. То есть мы получили какой-то alignment по тексту, и какой-то alignment правильный. И вот мы вот это заставляем его выучивать правильный attention. Только не attention alignment, по аналогии с attention все то же самое, тоже должен быть диагональный, но attention здесь на самом деле нет, есть только что-то похожее на него. То есть мы здесь выучиваем правильный alignment, здесь мы выучим распределение, чтобы генерировать alignment, alignment близкие к нему, а здесь мы выучиваем уже из мел-спектрограмм, то есть вот это, здесь мы выучиваем мел-спектрограммы, а здесь мы выучиваем из них генерировать уже ганом. Вот loss у нас, вот этот reconstruction loss, это MSE, kyloss это то, что на распределение после потока, то, что до потока и после потока у нас все было хорошо, duration это вот этот loss, чтобы у нас alignment совпадали, adversarial loss gunner, и feature matching тоже loss gunner, все как раньше. А на inference мы, соответственно, прогоняем через наш энкодер, к которому мы получаем alignment, округляем все вверх и потом ищем тоже вот с помощью масса монотоника alignment search, ищем лучший alignment и все это кидаем дальше в поток, который вот этот поток, мы его прогоняем в обратную сторону. Вот, в потоке, этот поток тоже вайвнет, кстати, вот, идея оттуда же, то есть это такой модифицированный, ускоренный вайвнет на пайлу разложения. Вот, и после этого мы просто это все засовываем в хайфайган и получаем на выход в авку. Вот, сейчас, кажется, это все? Да, это все. Я рассказал вам все, что хотел. Давайте я повторю что-нибудь, что нужно, потому что явно не все было понятно. Не стесняйтесь. Вот, как-то так. Так, я убил за лекцию 7 человек. Будем считать это достижение. Повтори, пожалуйста, как работают потоки. Хорошо. Потоки, потоки, потоки. Так, в базовой идее, в базовой, мы хотим аппроксимировать неизвестное распределение каким-то известным распределением. То есть мы хотим иметь какую-то функцию, которая из нашего неизвестного распределения. То есть мы хотим сэмплировать из известного простого распределения в какое-то сложное. Для этого мы можем выучить функцию, которая из сложного распределения x делает простое распределение z, которое мы все знаем, и подтягивать с помощью лайклихода, чтобы распределение после функции было похоже на нормальное. И, соответственно, чтобы это сделать, мы будем считать лайклиход, потом это все прологарифируем, чтобы была сумма, и отсюда у нас при смене, когда мы будем менять переменные в функции распределения, если мы хотим поменять переменные, то у нас вылезет матрица якоби, по которой нам надо будет считать якобиан. Вот такая штука, определитель. Идея в том, что мы последовательно используем много простых преобразований, у которых хорошо считается определитель, чтобы из сложной функции сделать простую. И тогда мы каждое это преобразование, если оно инвертируемое, можем развернуть и прогнать в обратную сторону также по очереди, и получим обратно то сложное распределение. Например, если у нас в сети есть разные голоса, можно посворачивать их в поток, в смысле потоком посворачивать их в какую-то среднюю дисперсию, и у разных голосов будет разность средняя дисперсия. И во время инференса мы можем специально выбирать эту среднюю дисперсию, чтобы генерировать нужный нам голос. То есть разные голоса свернутся в разное среднее, будут иметь разное распределение после потока. И вот этот факт можно использовать. Ну и, соответственно, разные, когда мы будем генерировать в авке, разные звуки тоже будут иметь разное распределение. И вот из-за этого мы можем из нужного нам сэмплировать в нужное. Стало ли понятнее? Отлично. Что, у нас осталось 2 минуты? Давайте еще что-нибудь. Отлично. Очень понятно, что невозможно с первого раза было все понять. Когда мы это проходили, тоже с первого раза никто ничего не понял. Если потом будет интересно, можно переслушать. Можно переслушать не меня. Про матрицы Кобик к чему? Ну вот просто из математики нам говорит, что нам нужно посчитать определитель функции по переменным. Если мы хотим поменять переменные и считать распределение после функции. Нам математика говорит, что должно быть вот так. Я не понял вопрос, значит какая к чему? То есть какая смена переменных у нас произошла, такую матрицу Кобик мы используем. Вот это, значит у нас есть вот такой вот каплинг, где мы делим пополам. Одну часть прокидываем без изменений, а вторую в переменную вообще никак не даем. То есть вот эта переменная зависит только от этого х. От этого никак не зависит. А здесь вот эта какая-то сложная нейронка, а вот это просто какая-то функция, которая зависит поэлементно от х. И тогда мы получим, что у нас и Кобиан будет вот такой вот. Первая часть зависит как единичная матрица, потому что мы просто прокидываем от первой части и никак от второй. А вот это, это определитель по нейронке какой-то очень сложный. А здесь функция, которая поэлементно зависит. Соответственно, здесь тоже будет просто диагональ. Можно как-то так. Соответственно, когда мы используем вот такие вот потоки маскированные, авторегрессионные, которые смотрят на все в прошлом, только немножко по-разному. Они смотрят на все в прошлом, поэтому определитель будет считаться по всему столбику, который был в прошлом. Но никак от будущего он зависеть не будет. Поэтому определитель будет нижней треугольной. Матрица будет нижней треугольной, определитель будет произведение диагоналей. И элемент в диагонале. Видимо, это все. Есть курс «Клубинное обучение в обработке звука» от Саши Марковича, в котором я принимаю небольшое участие. Можно смотреть его. Есть записи лекций, есть лекции, есть семинары, есть много домашек. То есть, если вам понравится и вы хотите заниматься звуком, то в целом сейчас кажется, что все вокруг начали резко заниматься звуком. И люди нужны, и вы не потеряетесь. Картинки всем надоели, а звук – круто, модно, хайпово. Вот. Там всякие инвити, гуглы, микрософты, яндекс.сб, растеньков, реплика. Все есть, все развивается. То есть, если вам хочется генерировать звук или распознавать речь, то вы будете нужны, я думаю. На этом у меня все. Спасибо, что вы пришли, что вы слушали. Надеюсь, не умерли или умерли не так сильно, как надеялись. Всем пока. Дальше у вас будут лекции, по-моему, от Соколова про рекомендации, но это не точно. Удачи в домашках. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...